Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидон, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Odyssey. Итак, дорогие друзья, мы остановились. На том, что я сейчас нахожусь на горе Тайгеты, нам нужно направляться в отчий дом. Там, где всё начиналось, нужно поговорить с Мирин. Та самая чёртова гора Тайгеты, за которой столько вообще, блин, проблем. В конце предыдущей серии мы убили Клеона. Выбора не было никакого, можно было убить только его быстро или медленно. И, типа, только тут решалось что-то, ничего на самом деле не решалось. То есть, ну, вы понимаете, какой был у меня выбор? Никакого. До этого Деймос убил Бросида. И вот это реально меня прям расстроило. Печально, да. Был очень классный мужик, шикарный спартанец. То есть, прям настоящий такой прям спартанец, да. Я всеми руками за буду в прохождении за Алексиоса. За него прям топить. Ну, шикарный, шикарный мужик, конечно. Очень жаль, что Деймос его убивает. И выбора тут никакого нет. Он по-любому его убивает. Потом Клеон пускает стрелу Деймосу в спину. Как бы защищай меня, что ли. Я не понимаю вот этого. Просто не понимаю, почему. Ну и потом остаётся только его убить. В общем, странное. Странное событие. Странные впечатления. Сейчас мы поговорим с Мирин. Посмотрим, что она скажет. Матушка наша. И посмотрим, что нам нужно будет делать дальше. Мы выходим на финишную прямую. Впереди, я думаю, нас ждёт только... Самое интересное. Только финальные такие очень серьёзные крупные задания. Детя, тебя долго не было. Бросит погиб. Нет. Деймос убил его. Что с моим сыном? Клеон выстрелил ему в спину из лука. Он упал. Я думаю, он мёртв. Малака, Клеон! Я убью его! Поздно, мама! Я уже отправила змея к Аиду. Моя семья. Осталась только ты. Мама, я должна сделать ещё кое-что. Мне надо вернуться на гору Тайгет, где всё началось. Всю жизнь я убегаю и сражаюсь. Всю жизнь меня преследуют воспоминания. Я так больше не могу. Я оставила своё сердце на той горе. Я хочу забыть эту ночь. Раз и навсегда. Я пойду с тобой. Ну, пойдёмте. Не на лошадях? Недалеко ли? Я ж только что оттуда. Ну, ладно. Странно. Очень странно. Чёрт с ним. Мамаша топит. Молча при чём топит. Или это было прямо здесь? Наверное, это прямо здесь. Хотя странно. Гора Тайгет. Там была точка синхронизации. Ну да, это было. Он ждёт нас! Офигеть! Здесь всё изменилось. Как не? Алексиус! Это имя для меня ничего не значит. Мы с отцом назвали тебя так. А потом вы сбросили меня со скалы из-за пророчества! Это был культ. Я пыталась, хотела тебя спасти. Жрецы сказали, ты погиб. А мне сказали, что ты меня бросила. Алексиус, иди ко мне. Мы твоя семья. Пошли домой. Семья. Дом. Культ. Вот моя семья. А мой дом на поле боя. Видишь, мама. Слишком поздно. Слишком поздно? Ты это сказала маме? Может, скажешь ей правду? Какую правду? Что я избранный. У меня особая судьба. Восстановить порядок в мире. А ты... Просто наёмница. Со соломанным копьём. Да, ты избранный. Но культ тебе не нужен. Вместе мы можем уничтожить его. И установить мир. Мир? И что во имя Гелиуса ты будешь делать в мирное время? Доить коз? Посмотри на себя, грозная мистия. Ты живёшь войной, как и я. Ты просто... Не хочешь сражаться со мной. Я хочу и всегда хотела спасти свою семью. В детстве я нашёл львёнка, попавшего в селки. Мой друг пошёл освободить его. В тот момент я услышал рык львицы. Я видел, как львица растерзала моего друга. Даже звери... ...всегда защищают детёнышей! Я любила... ...и люблю тебя. Тот, кого ты любила, уже мёртв. Мой путь предопределён. Ты меня не остановишь. Хм... Выбор очевиден. За Кассандру, наёмницу, выбор очевиден. Когда-то давно я пыталась тебя спасти, но ты... Ты... ...безнадёжен. В этот раз ты умрёшь на горе Тайгет. Я хотела спасти тебя! Хватит жить прошлым, сестра! Сейчас ты умрёшь! Мы достаточно страдали из-за тебя! Тут ты ошибаешься. Вся боль ещё впереди! Вау! БОЛИdas! БОЛИАН! Ну и чё мне теперь стрелять в него? Вот так вот. Это за Брасидо, а это за Фебу. Ад, зараза. Ух ты ж. Готов. Девушки отдыхают. Это не твой сын. Мне жаль. Я знаю, мама. С самого первого дня я знала. Боги прислали тебя защитить мир. Ты справилась. Идем. Пошли домой. Грустно. Ну что поделать. Он до конца был таким. До самого конца. Вот так вот. Деймос. Побежден. И я получил сет полубога. Меч дамокла. Пояс полубога. Ничего себе. Давайте я немножечко хотя бы посмотрю. Это как-то неожиданно. Ужин в спарте. Ну хорошо, что не в аду. Ха-ха. Да. Хорошо, что не в аду. Слушайте, что? Что у нас там? 42 уровень. 10% к общему количеству адреналина. Ну понятно. Супер крутой универсальный меч. Универсальный, подходящий вообще ко всему. А что? Кстати, шапки. Вообще шапки не выпадают. Вы заметили? Откуда мне получить шлем полубога, если сет полубога из пяти предметов состоит? 10% урона для всех способностей. Офигенный сет. Реально. Офигенный. Но он не будет работать, потому что у меня не хватает шлема. Откуда у меня возьмется шлем, если он просто мне сейчас не выпал? Возможно, шлем полубога выпадет с главного культиста. Мудрец-лжец. Шикарно. Лучшая подсказка о самом главном призраке космоса. Просто, просто лучшая. Ладно, друзья. Фу. Ну что? Продолжаем нашу историю? Продолжаем нашу одиссею? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нельзя видеть всё подобно богам Это их привилегия Иначе мы бы управляли судьбой Думаю, это всё же моя заслуга, Варнава Мы лишь кувшины, слепленные в мастерских богов Но кувшины так легко разбить Помни одно Что бы с тобой ни случилось, я рядом Думаю, нас уже заждались на корабле После тебя Да Мирин Мирин Теперь у нас на корабле Вот это Одиссея Испытание завершено Мы помним Новое задание Фу, кидид бы гордился вами Значок разблокирован Ну ладно Встретись с Сократом на кладбище Афин Так, друзья Остаётся теперь возвращаться назад Ну как возвращаться назад На самом-то деле двигаться дальше Двигаемся мы с вами в Аттику И Надо там встретиться с Сократом Снова в Афинах Но теперь меня уже хотя бы не хотят прикончить Ликуй, мне удалось выжить Я дала тебе лишь одно задание, Сократ Я верила, что ты справишься Я бы взялся за него и без твоего ведома И мог бы встретить смерть Просто оглядись Сколько людей она забрала Так восславим их имена Тех, кто был рядом, но покинул нас Идём же Я не имею права судить о смерти Потому что ничего о ней не знаю А значит и бояться не должен Я смерти не боюсь Суть страха в незнании того, что смерть несёт Остаётся верить в то, что это знают боги Но мы-то не знаем Они-то не говорят Значит, всё равно стрёмно Скажи ещё что-нибудь умное, Сократ Блин Давай О, коза на кладбище Ошибись Выгоните козу с кладбища Священное место всё-таки Феба Я видела в ней лишь дитя Просто хотела защитить Быть не только другом, но и стражем Спасибо Спасибо, что устроил достойные проводы Многие нашли покой в Элизии Каждый из них заслужил вечное счастье Среди них и наш славный Перикл Афине не в большом долгу перед ним Не напрасно его нарекли первым гражданином Афин Он многое сделал для города И при том был так скромен Ему пришлось быть скрытным Иначе нельзя, ведь за ним постоянно следили Защищая себя, он оберегал и Афины Возможно, лишь Аспасия знала настоящего Перикла Война не прощает ошибок Даже Брасиду Пусть так, но он спартанец А значит погиб, выполняя свой последний долг Я могла сделать больше Он же был другом Главное, что ты жива А его будут чтить как героя Как того, кто помог мне победить Клеона Слышал, Клеона нашли на берегу Он был жестоко убит Так он узнал, каково пришлось бы его народу Я лишь выполнила долг Уверен, за свои злодеяния он отправился в Тартар А наши друзья Наконец обрели покой Пойпьем вина? Отчего бы и нет Это дело хорошее Что ж, теперь я точно смогу написать новую комедию Помнишь, как Кассандра расправилась с дельцом? Наведу у всех Каринфин В пору писать драму И добавь сцену любви Могу предложить ее начало Красота эфемерна Запишите слова, Окивиад Что ж, за это я и выпью За нас, переживших все тяготы бытия И тех, кто прошел этот путь с нами Ее речь не хуже ее песни Из-за богов Что ж, наставник Я думаю, что нам пора уединиться Для частного урока Для этого я выпил недостаточно вина, Окивиад Наполните его кубок Ну что ж, друзья Передохнули Поболтали Теперь они, толкаясь, валят отсюда Я, честно, не хочу знать Получится Окивиаду ломать Сократа или не получится Я надеюсь, что нет Сократ для меня здесь Самый вообще уважаемый персонаж После Геродоты, конечно И... Что дальше? Итак, друзья Оказалось, что это Конец основной сюжетной линии То есть я реально не был к этому готов Я не думал, что на этом закончится основная сюжетная линия Я не думал, что это будет реально, ну, финал основной сюжетной линии И... Как бы вот на этом заканчивается вот вся основа Потому что для меня лично всегда была цель Это вот этот главный культист Который у нас сидит в центре Я думал, что впереди еще несколько часов Уж точно Я не думал, что... Это действительно вот считается концовкой То есть то, что мы увидели Поэтому я сейчас поговорю с Мерин Попробую выбрать другой вариант Что будет у меня Возможно ли как-то, чтобы... Он образумился сейчас Учитывая те выборы, что я делал раньше Возможно это или невозможно Давайте посмотрим Дитя Тебя долго не было Брасит погиб Нет Деймос убил его Что с моим сыном? Клеон выстрелил ему в спину из лука Но рана была легкой Может он еще жив Мала как Клеон Я убью его Поздно, мама Я уже отправила змея к Аиду Моя семья Осталась только ты Мама Я должна сделать еще кое-что Мне надо вернуться на гору Тайгет Где все началось Всю жизнь я убегаю и сражаюсь Всю жизнь меня преследуют воспоминания Я так больше не могу Я оставила свое сердце на той горе Я хочу забыть эту ночь Раз и навсегда Я пойду с тобой Посмотрим Возможно ли Спасти Деймоса Если я до этого принимал Вот такие жестокие решения И Мне кажется что нет Но кто его знает Черт возьми Потому что в любом случае Каждому кто дошел до этого момента Предстоит именно вот такой выбор Живы другие Или не живы Это не важно Но выбор действительно Предстоит Посмотрим Мне интересно Мне кажется что в любом случае Придется драться В любом случае будет у меня один финал Но не знаю Именно здесь все изменилось Как летит Алексиус На краю света Мать зовет свое дитя Как мило Алексиус Прошу Это имя для меня ничего не значит Мы с отцом назвали тебя так А потом вы сбросили меня со скалы Из-за пророчества Это был культ Я пыталась Хотела тебя спасти Жрецы сказали Ты погиб А мне сказали Что ты меня бросила Алексиус Иди ко мне Мы твоя семья Пошли домой Семья Дом Культ Вот моя семья А мой дом На поле боя Видишь Мама Слишком поздно Слишком поздно Ты это сказала маме Может скажешь ей правду Какую правду Что я избранный У меня особая судьба Восстановить порядок в мире А ты Просто наемница Со соломанным копьем Нет никакой судьбы Ты Орудие в руках культа Очень хорошо С нашей первой встречи Я пытаюсь понять Кто же ты для меня Ты сорняк Ты хочешь Задушить И убить Все Что я посадил А сорняки Надо вырывать С корнем Мой Алексиус В детстве Я нашел львенка Попавшего в селки Мой друг Пошел Освободить его В тот момент Я услышал Рык львицы Я видел Как львица Растерзала Моего друга Даже Звери Всегда Защищают Детенышей Я любила И люблю тебя Тот, кого ты любила Уже мертв Мой путь Предопределен Ты меня Не остановишь Алексиус Послушай Ты Мой брат Когда-то я не смогла Защитить тебя Но теперь смогу Это принадлежало деду Ты дома Я творил зло Как и мы все Алексиус Ты не можешь Защитить всех Да Мы оба Должны были Умереть В тот день Но Нет Ого Боги жестоки Я хотела Спасти тебя Хватит Жить в прошлом Сестра Сейчас Ты умрешь Мы достаточно Страдали Из-за тебя Думаешь Вся боль Еще впереди Вот это действительно Было неожиданно Я бью Леонида В руках Такой бестолочи Кто обучал Мать Отец Пусть нравился бы лучше Этот бой Мог быть куда интереснее Упадешь А следом И твой культ Это за все Расрушенные жизни Это За Бразидо А это За Фебу А это А это Готов Самого первого дня Я знала Боги прислали тебя Защитить мир Ты справилась Только вперед Моя Кассандра 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 Субтитры Кассандра Субтитры сделал DimaTorzok Жива, ребята Мать все-таки жива остается А если ты ему веришь под конец Если ты пытаешься его как-то все равно Не то, что даже веришь А пытаешься его все равно как-то склонить на свою сторону До этого не сделав хорошие поступки Там не спасти Николауса Не убивать Стентера А по-моему больше ты ничего и не сделаешь То все оборачивается именно так Ну что, давайте посмотрим, что у нас будет дальше В этих коротких сценках Адиконести Варнава, не знала, что ты здесь Что, я пропустил? Почти ничего Выше нас Мир состоит не только из спарты И скоро Мы в этом убедимся Ты прав Отплываем И здесь даже нет каких-либо дополнительных диалогов То есть это реально худшая вообще концовка Которую только можно придумать Ну что ж Остается только нам сейчас, друзья Поговорить с Сократом на кладбище Афин И это действительно последний квест основной сюжетной линии Как бы мы ни проходили Это последний квест основной сюжетной линии Ну что же Давайте сюда и отправимся Ликуй Мне удалось выжить Я дала тебе лишь одно задание, Сократ Я верила, что ты справишься Я бы взялся за него и без твоего ведома И мог бы встретить смерть Просто оглядись Сколько людей она забрала Так восславим их имена Тех, кто был рядом, но покинул нас Идем же Я не имею права судить о смерти Потому что ничего о ней не знаю А значит и бояться не должен Я смерти не боюсь Суть страха в незнании того, что смерть несет Остается верить в то, что это знают боги Подумай, хотя знать что-то наверняка невозможно Подумай, хотя знать что-то наверняка невозможно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я видела в ней лишь дитя Просто хотела защитить Быть не только другом, но и стражем Спасибо, что устроил достойные проводы Многие нашли покой в Элизии Каждый из них заслужил вечное счастье Среди них и наш славный Перикл Афине не в большом долгу перед ним Не напрасно его нарекли первым гражданином Афин Он многое сделал для города И при том был так скромен А делись он тем, что его тяготит Мы знали Перикла лишь по его поступкам Но, возможно, именно таким он и был Война не прощает ошибок Даже Брасиду Пусть так Но он спартанец, а значит погиб Выполняя свой последний долг Я могла сделать больше Он же был другом Главное, что ты жива А его будут чтить как героя Как того, кто помог мне победить Клеона Слышал, Клеона нашли на берегу Он был жестоко убит Так он узнал, каково пришлось бы его народу Я лишь выполнила долг Уверен, за свои злодеяния он отправился в Тартар А наши друзья Наконец обрели покой Пойпьем вина? Отчего бы и нет Что ж, теперь я точно смогу написать новую комедию Помнишь, как Кассандра расправилась с дельцом? На виду у всех Каринфин В пору писать драму И добавь сцену любви Могу предложить ее начало Красота эфемерна Запишите слова, Олки Виат Что ж, за это я и выпью За будущее Былое нам ни к чему Ее речь не хуже ее песни Из-за богов Что ж, наставник Я думаю, что нам пора уединиться для частного урока Для этого я выпил недостаточно вина, Олки Виат Наполните его кубок Ну что ж, друзья Вот и все Здесь не поменялось ничего Но, тем не менее, да Это вот то, что мы сейчас видели Действительно худшая вообще концовка Которую только можно было себе представить Придумать и так далее И тому подобное Это основная сюжетная линия Это одна из частей Как бы нашей Одиссеи К этому не очень как-то просто Мне было привыкнуть и понять Что для завершения Как бы игры Хотя сейчас очень часто Вот так вот в играх с открытым миром Делаются много сюжетных линий То есть титры мы видим Только после прохождения Основной сюжетки Которая длится много-много-много часов И потом еще столько же ты тратишь На то, чтобы там что-то зафармить Кого-то убить Но здесь, в принципе, друзья Убийство всякого Минотавра Медузы Еще там кого-то Это ведет по пути Атлантиды И по пути Квестов с отцом И также задание культа Это отдельная такая сюжетная линия У них тоже есть концовки Но вот эта основная Как бы сюжетная линия Она шла с самого начала Это наша основная была Одиссея И сейчас эта Одиссея закончена, друзья Естественно, я пройду все эти дополнительные задания И с Атлантидой Давайте сейчас... Да ладно, в принципе, это и так видно И с Атлантидой И с культом Узнаем, кто сам глава культа Но, как видите, это была не основная загадка Основная тема у нас была Это вот наша семья Отношение с семьей Что в итоге будет То есть, получается, у меня плохая И очень плохая концовка То есть, худшая концовка Из-за того, что я убил Николауса И потом убил Стентера Мне кажется, это вот основные такие Два ключевых момента Из-за которых в конце Деймос Ну, короче, в общем Вот такое и остается Тем же засранцем и приверженцем культа Что ж, друзья Все это мы увидим И все это я пройду уже в Майкстримах Которые будут по Алексиосу Там я уже пройду Пройду больше все задания Которые у нас здесь Много еще заданий осталось Очень много заданий осталось за бортом Мы их обязательно пройдем Уничтожим культы Посмотрим, что у нас там с Атлантидой И увидим самые-самые-самые Финальные вот эти сцены Которые идут после прохождения вот этих Основных сюжетных линий Ну, там будет Там будут, конечно, сцены Но они будут не настолько важны Ну, мне так кажется Я так думаю Как именно вот то, что сейчас было Потому что это основная все-таки Сюжетная ветка Сюжетная линия Можно уже делать какие-то выводы По самой игре Я бы поставил все-таки игре 8 баллов Игра хорошая Но все же она Не супер-мега-выдающаяся Она, конечно же, лучше истоков Намного лучше истоков Мне больше нравится мир Он лучше как-то проработан Или мне просто приятнее играть Именно вот в Одиссею Приятно бегать по Греции Встречать этих знаменитых личностей Говорить с ними Выполнять какие-то квесты с ними связанные Они хорошо поставлены Они действительно интересные Плюс мир намного больше В прокачке намного больше В изучении намного больше Игра на порядок лучше, чем истоки Но мне не понравилось Зачем они внедрили Вот эту РПГ-составляющую Двух персонажей Мне кажется, это было плохо Это было плохо И мне не понравилась Основная сюжетная линия Не знаю Она была предсказуемой Она была типичной Заклишированный То есть сценарий Мне совершенно не понравился Я не думаю, что вот После прохождения Вот этих вот Убийств всех членов культа Полного зафармливания игры Что-то сильно Конкретно изменится Да, мы увидим больше Да, мы увидим какие-то Сцены из современности Потому что Вот эта тема с Атлантидой Она переплетается с современностью Но все это, конечно же Не внесет чего-то Супер-мега-невероятного И какого-то разрыва шаблона Мозга Я так думаю лично Если это по-другому Разубедите меня Но сейчас на данный момент Это очень интересная игра В плане геймплея Открытого мира И его исследования Наполненности его Это действительно отличная игра Мне очень нравятся Здешние механики Мне нравится графика Мне нравится анимация Мне нравится играть в игру Это, наверное, самое главное Но еще есть один столб Который очень важен для меня Это основной сюжет И мне он не понравился То есть Если бы я спас этих ребят И все бы остались живы Да, было бы более позитивно Но было бы то же самое С небольшими, конечно же Отклонениями И это я не считаю Каким-то чем-то невероятным Все типично Единственное, что батя Оказался Пифагором Который охраняет Атлантиду Но лично мне это Вынесло мозг Просто я думаю Что-то мне показалось Это как-то нелепо слишком Хоть и, конечно, неожиданно Супер-мега неожиданно Чего-то большего Хотелось от финала Мне не нравится Антагонист Твой брат или сестра Они какие-то неадекваты Ну, то есть Неважно, за кого ты играешь Все равно твой брат или сестра Будут неадекватны Да, если ты поступаешь Как бы милосердно То в конце, наверное Он остается с тобой Ну, 90% Я так думаю Я не смотрел И типа все хорошо И все счастливы Семья Полный дом Все живут в спарте счастливо А потом идут опять Мочат Афинян И разоряют их города И захватывают Афины В конце Пелопонезской войны Да, это типа не считается Ну ладно, неважно Вот Мне не понравился Злодей Мне все вот это Честно не понравилось Поэтому Я очень ценю То, что Игра сама хороша По геймплею И в нее приятно играть Но Основной сюжет До ужаса банален Просто Ужасно банален Единственные моменты Это вот С батей С тем, что Оказывается Он убьет мать Вот если вот так вот Жестоко поступать И вот это Да, действительно Я удивился Это меня шокировало И плюс еще Вот эта система диалогов Выбора диалогов Которая практически Ничего не значит Практически Ни хрена вообще Не меняет По основному Ну то есть Да, но меняет Но меняют только Какие-то ключевые моменты Вся остальная Система диалогов Она нахрен не нужна То есть Есть какие-то моменты Где ты оставляешь Живых персонажей Или убиваешь их И они важны А все остальное Просто мусор Какой-то непонятно Зачем сделанный Который ни на что Не влияет Зачастую Больше половины Вариантов Выбора диалогов Вообще Ни на что Не влияет Не важно Что ты выберешь Эффект будет Один и тот же Просто Одна из фраз Будет другая Мне кажется Ее приляпали Наскоряк И за это Тоже Минус Все-таки Лучше бы этого Не было Лучше были бы Простые Выборы Если бы Вот так вот Хотели сделать Именно И мне кажется Не стоило Делать вот этих Двух персонажей Брат с сестрой Или Или бы вы уже Это сделали Но при этом Он не был бы Твоим Антагонистом Этот бы человек Брат или сестра Потому что Все это Выглядело Ну вот Как-то вот Не знаю Ну не так Черт возьми В общем Но тем не менее Это хорошая игра Несмотря на то Что я вот ее Раскритиковал Во многих аспектах Игра хорошая Правда хорошая Интересная И в нее Интересно играть И многим Играм Этого Действительно Не хватает Ну Это действительно Многого стоит Когда в игру Интересно играть Так что Поиграть я конечно Советую Но Сюжет Сюжет Да Ну такое Конечно Что ж друзья На этом у меня Все Мы встретимся С вами уже После В стримах По Алексиусу С Кассандрой Я заканчиваю Дальше я буду Играть только На ПК Все дополнения Я буду проходить Только на ПК После того Как мы Пройдем Сюжетку За Алексиус С заданиями С дополняшками Со всем 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 Ну а на этом у меня Все Встретимся В следующих Прохождениях Не забудьте Ставить лайки Подписываться С вами был Гидеон Всем спасибо И до следующей Игрушки Спасибо за субтитры Алексею